Диспансеризация Так, за прошлый год повышенный уровень сахара был впервые выявлен почти у 700 человек. А впоследствии многим из этих людей поставили диагноз «сахарный диабет». Если же в крови обнаруживается превышенная норма по холестерину, то это первые звоночки к развитию таких опасных заболеваний, как инсульт и инфаркт. Только при грамотном лечении, снижении цифр холестерина, в частности его фракции липопротеидов низкой плотности до 1,8-1,5, можно не только приостановить процесс атерогенеза, но как бы даже и остановить его, тем самым предотвратив инфаркт инсульт. Валентина Николаевна Бочарова в этом году отметит 80-летие. Но выглядит женщина гораздо моложе, потому что активно, жизнерадостно и следит за своим здоровьем. И сегодня она пришла за результатами своей диспансеризации. Сахар крови у вас в пределах референсных значений, и холестерин крови в пределах референсных значений. Сделала, все нормально, и я спокойно живу, бегаю за внуком, то в бассейн, то на какую-то лепку, то еще куда-то. Во время нашей съемки мы встретили нескольких человек, проходящих диспансеризацию. Одним предложили обследоваться лечащие врачи, другие сами регулярно контролируют свое здоровье. Во-первых, я уже не в том возрасте, чтобы как-то не следить за своим здоровьем. А во-вторых, ну как бы, это же мне нужно. Напомню, что пройти диспансеризацию можно в любую субботу или по будням в утренние часы. Быть уверенным в своем здоровье – важно. Татьяна Брулова, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.